Здравствуйте, дорогие товарищи! Начинаем очередное занятие в Красном университете Фонда Рабочей Академии. Сегодня у нас занятие посвящено категории «Понятие». Для того, чтобы разобраться с этой категорией, надо усвоить некоторые простые вещи, которые сразу в голову не приходят при изучении такой сложной работы, как наукология. И когда уже человек с ней, как говорится, то с правой стороны от подушки положит, то с левой, и, так сказать, и раз почитает, и два почитает, и три, и тогда он начинает, наконец, видеть, что некоторые вопросы, которые представлялись уж очень сложными, оказываются всё-таки вполне познаваемыми и доступными. Ну, в частности, вот я могу выйти на очень простую идею, всем понятную, что при всяком научном рассмотрении, диалектическом, любой предмет, любая вещь, любой человек, там любое общественное явление берётся трояка. Во-первых, надо брать бытие само по себе, непосредственное бытие. Непосредственное бытие, как оно есть? Ну, в том бытии, которое есть, мы уже с вами знаем из изучения бытия, в нём есть отрицание. Значит, следующий шаг, мы изучаем бытие с этим отрицанием, отрицание в этом бытии, выясняем, что это отрицание, то есть определённость, неотделимая от этого наличного, от этого бытия, то есть изучаем качество, потом количественное определённость, это тоже отрицание своего рода, меру, как единство качества и количества, и тогда вот это вот отрицание, которое имеется в бытии, оно приводит к снятию бытия, не к снятию, не к отрицанию какого-то конкретного бытия, а к снятию бытия вообще. А снятие бытия вообще, или снятое бытие, называется сущностью, мы это все изучали, то есть сущность есть снятое бытие. Ну как это вот, если взять простой пример, вот вам нужно написать какую-то работу, статью, заметку, что угодно, или сделать, не написать, сделать какую-то работу, как нужно её делать. Вот некоторые герои, которые всё умеют сделать очень хорошо и сразу, они говорят, надо, вот я, так сказать, халтурить не хочу, я вот буду сидеть, и они серьёзно, так сказать, сидят, пишут и не доходят до того, чтобы целое получить, очень часто. И так себя затрудняет жизнь, что они останавливаются в развитии, потому что они всё хотят сразу получить вот в готовом виде и хорошо. А на самом деле, сначала надо взять бытие. Ну что-нибудь-то напишите, вот, товарищ Кучок, вы что-нибудь-то напишите про это, что я вас спросил? Ну что хотите, напишите что-нибудь, напишите, но чтобы это было. И не читайте больше. Завтра встанете утром и на свежую голову почитайте, скажите, ну и написал. А вот это хорошо. Так вы возьмите теперь ручку, вычеркните то, что вам не нравится, добавьте и усилите то, что вам нравится. И что это будет? Это будет снятие. Правильно? То есть вы отрицаете то, что вы сделали. Это бытие. Потому что когда оно у вас в голове, это ваше отрицание. Как вы с ним работать собираетесь с этим отрицанием? А когда оно вот лежит здесь, тогда вы его можете снять, и это будет первое движение к сущности. Первое. А есть люди, которые сразу сущность хотят получить. А сущность не дана непосредственно. Не дана. Сущность есть отрицание бытия. А у вас есть бытие? Вы ничего же не написали. Какое же может быть отрицание? Нет этого бытия, которое вы отрицаете, чтобы прийти к сущности. И вот те, кто пишут много и пишут глубокие вещи, они так и поступают. Например, Карл Маркс, он немножко понимал в диалектике, да? Вот он написал две огромные рукописи. Их сейчас издали. 58-59 годов, 63-64 годов. Две огромные рукописи капитала. Там много интересного и полезного. Когда он это все написал, для выяснения вопроса самому себе, ничего он это не издавал при жизни. Вообще он при жизни ничего не издавал из капитала, надо сказать. Потому что первый том, вот все, что он, так сказать, подготовил к изданию, и потом он вышел. А второй, третий том, это дело было благодаря... Издание было осуществлено Энгельсом. И вот, написав эти две рукописи, потом Маркс составил, в соответствии с тем, как построена диалектика и с требованием диалектики, составил план, и тогда он сделал вот этот капитал, трехтомник. Первый том, это что? Производство капитала. Второй том, обращение капитала. То есть отрицание производства. Все понимают, что обращение – это не производство. Производство закончилось, мы смотрим обращение. Рынок и все эти рыночные вещи. А потом отрицание вот этого второго, то есть отрицание производства, возвращение к производству, как к общественному воспроизводству, как к производству капитала, взятому в целом. И там вы увидите и про монополии, и про клиринг, и про банки, и так далее. И про цену производства уже, а не просто про стоимость. И вы знаете, что цена производства имеет формулу не такую, что цена колеблется вокруг стоимости, А на поверхности экономической жизни, капиталистической страны колебания цены идёт вокруг цены производства. Издержки производства плюс средняя прибыль. А ещё есть абсолютная рента, которая ещё усложняет дело, плюс абсолютная рента. И вот все эти усложнения вы уже получаете в третьем. То есть мы возвращаемся снова к производству, но обогащённые познанием сущности. Правильно? То есть таково общее движение. Всё, что вы делаете, сначала вы берёте как непосредственно бытие, потом с отрицанием, и тем самым вы отрицаете то, что вы берёте. И вот теперь вы отрицаете это отрицание и снова возвращаетесь к чему? К бытию. Теперь это бытие равно самому себе, как отрицание своего отрицания. То есть предмет надо двояко брать как бытие, как непосредственное бытие, и как бытие, которое является отрицанием своего отрицания. Ну вот, например, можно сказать, вот мы, наверное, читали с вами, изучали в государстве революции Ленина, читали, что не будет государства в высшей фазе коммунизма. Не будет. А отрицание антикоммунизма будет? Что, не будет отрицания? Всё будет без отрицаний? Будет. Но будет отрицание этого отрицания, причём, поскольку это будет всеобщее отрицание, все члены общества будут отрицать то отрицание коммунизма, которое может проявляться в чём-то, то вот уничтожение частной собственности, постоянное уничтожение частной собственности, это будет означать утверждение общественной постоянной, или утверждение общественной собственности будет постоянным уничтожением частной. То есть все предпосылки или попытки возродить снова частную собственность, они должны подавляться. Причём подавляться уже не силой государства, а соответствующими действиями органов общественного самоуправления, которые не носят политического характера. Почему не носят политического характера? А классов нет, а без классов нет политики. Как мы политику определяли? Классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. И какая же тут классовая борьба? Нету классовой борьбы. А борьба остается? А борьба остается. Может вообще быть движение к новому, передовому без борьбы? Всякое движение, всякое развитие идет через борьбу нового со старым. И мы об этом тоже говорили, и эта борьба драматична весьма может быть, потому что у вас родились какие-то новые методы лечения. И все говорят, что эти методы лечения такие никуда не годятся, потому что раз не то, что есть широко распространенные, уже утвержденные, а вы чего предложили, это вообще никуда ни в какие ворота не лезет. Это в любой отрасли там. А новое, то, что появляется, относится, как говорил Гегель, с фанатической враждебностью к широко распространенному принципу. И вот идет эта борьба. Ну что слабее, когда новое появляется? Новое или старое? Новое слабее. А в борьбе побеждать сильнейший или слабейший? Сильнейший. Значит... Новое сильнее. Что? Нелогично, Александр. Только что мы выяснили, что новое слабее. И все вот дружно сказали. Вот сказали, я следующий вопрос, а вы тогда сразу раз и точку зрения свою поменяли, и новое сильнее. Новое слабее, Александр Ильич. Вы видели, вот когда идет около консультации, мамочка с ребеночком. Ну что, вот неужели этот ребеночек сильнее мамочки? Ну что вы говорите, Александр Ильич, извините. Новое. Когда оно рождается, когда оно рождается, оно всегда слабее старого. А вырастает. У вас просто мысль очень быстро идет. Она у вас гораздо быстрее, чем у меня идет. Я вот так не могу быстро. А вы сразу раз и сразу вам уже ясно там. А мы должны вот так по шагам идти. Вот давайте по порядку еще раз. Новое, когда рождается, оно слабее старого. А в борьбе побеждает сильнейший. Значит, новое, следовательно, в этой борьбе поначалу терпит что? Что? Поражение. А вы хотели дальше сказать, что оно в этих поражениях укрепляется? Я не спорю. Но вы вот вовремя надо это сказать, Александр Ильич. Логика – это же выведение. Правильно? – Гибнет. – А? Оно не гибнет от этого поражения. Потому что если вы хотите укрепиться, что вам нужно? Надо смело вступать в борьбу, и вы будете укрепляться в этой борьбе. Духом окрепнем в борьбе. Да? Или духом окрепнем, сидя на диване. – Да. – Чем-то мы охрепнем, да. – Диванные войска. – Диванные войска, да. Сильнейшие. Вот. То есть, и тогда, а в чем состоит подготовка? Там, боксеров, бойцов, борцов, это как раз без правил. В чем? Вы меня бьете, а я не падаю. Или я падаю, но встаю. Ну, а если я не выдерживаю удары, не выдерживаю удары судьбы, или что хотите, удары, то никакой я не борец. Нечего тогда тут заниматься, рассказывать, что мы будем бороться там за светлое будущее. Как вы можете бороться, если вы удар не держите? Подумаешь, что вы умеете бить? Бить каждый дурак может. А вы попробуете выдержать удар, да, в нынешних там боях без правил. Они там, сколько они раундов выдержат? Это страшное дело. Никогда в любительском боксе там, никогда не допускалось такое количество. Это же, так сказать, повреждения. И люди стоят, поднимаются и борются. Но мы не забыли, что новое у нас имеется в виду не в смысле, что 2 же 2-7, а именно передовое. А если новое передовое, то оно в этой борьбе укрепляется. И, наконец, начинает что? Теснить это самое старое. И вот оно теснит это старое. И начинает ее уже систематически побеждать. И ура, да здравствует. Начинается все вспыхивает. Флаги. Расцветка. И тут появляется новое. А, новое. Тут у нас все уже выяснено. А тут опять у вас какие-то там идеи появились. И тогда это бывшее новое, которое превратилось моментом в старое, оно что, проигрывает или побеждает? Поначалу. Побеждает. И процесс повторяется сначала. Поэтому те люди, которые настроены на то, что, дескать, на когда же будет это светлое будущее, когда можно будет сидеть на диване, вот, они настроены плохо. У них сердечные болезни. Ну, вот если, скажем, вы, изучив диалектику, изучив вот этот дух борьбы, который отражает развитие всего. Это же все общая категория. Если вы при этом, значит, вот будете терпеть поражение, и у вас сердце забарахлит, я сделал что-то хорошее, я для общества что-то сделал, а общество меня не приняло, отвергло, ну, не вступайте тогда в борьбу. Как говорится. Я хочу сказать, что люди, которые это осознали, у них, вы можете потерпеть поражение, но сердце у вас не заболит. Почему-то я иду, иду, и никто мне не препятствует. Что-то ненормально. Что-то тут нехорошо. А вдруг, о, вот они пришли, и начинают со мной бороться. Ну, слава богу. Как, что было любимой песней Ильича? Будет буря, мы поспорим, и поборемся мы с ней. А Сталин тоже писал. Вот, говорит, я видел, как некоторые грибцы там на Енисее. И вот, значит, лодка идет на пороги, и люди там берутся, начинают грести особенно, так сказать, и отгребают, и побеждают, и ничего с ними не случается. А другие увидели, что их несет, с ним не остановиться страшно, они ложатся на дно, и все, погибают. Их разбивают и в эти самые пороги. Поэтому и вся-то наша жизнь, есть борьба. Вот эта борьба, она настолько органично представлена диалектикой, потому что здесь нет ничего не борющегося. Потому что здесь отрицание все время. Только сущность. Сущность отрицается, и есть возвращение к бытию. И вот это бытие, которое является отрицанием отрицания, не простое бытие, равное самому себе, а бытие, как равное самому себе через отрицание своего отрицания, это уже бытие, в котором есть бесконечное отрицание того, что ему противоположно. Вот, поэтому там Гегель рассуждает про, так сказать, невинного человека, то есть там невиновного, невиновного, то есть младенца, которые, так сказать, все хорошие, когда рождаются, все хорошие. откуда берутся злодеи и вот уже зрелого мужа если он уже подвергался всяким испытаниям соблазном в том числе там и стремлением превратиться во что-то другое и сумел это все отрицать и он равен теперь самому себе через отрицание своего отрицания вот он нравственный человек а тот который никогда никаким испытанием жизненным не подвергался про него это просто сказать нельзя он просто вот пока невинный из невинных могут быть матерые преступники потом то есть вот так тогда стоит вопрос то есть вы утверждаете себя себя каждый утверждает себя это и человек там и партии и государство через отрицание своего отрицания и вот когда мы рассматриваем то что нас сейчас интересует на данной лекции категорию понятия то это что такое это вот когда мы рассмотрели категории сущности мы рассматривали рефлексию взятые само по себе потом рассматривали существование а потом действительность сущности и вот это действительность это почти уже это бытие уже вышедшие на наружу и соответствующие сущности но уже бытие и снова пришли к бытию через отрицание сущности сущность снята и мы снова вернулись бытию но к какому бытию к такому бытию через которое просвечивает отрицать просвечивает сущность вот одно дело я вот посмотрел на дмитрий ну вижу что он там черный пиджак как в коричневую рубашку а что за человек но если я уже знаю его как человека да то есть я не просто отрицаю эту рубашку и пиджак и смотрю а что у него там в душе в голове и так далее какие у него мысли за что он борется и так далее потом я снова смотрю на него и вижу что у него так сказать вот этот облик мне говорит о том какой он человек на что он настроен что он поскольку готов там борьбе к подвигам и так далее весь разница правда просто посмотреть или посмотреть и через вот то что вы рассматриваете увидеть внутреннюю природу этого дела но посмотрите на эту камеру которая записывает лекцию ну какая-то пластмассовая металлическая штука но мы это знаем что она сущность ее не в том что она вот здесь стоит а в том что с помощью нее вот лекция попадет в интернет и станет доступна всем на любой точке земного шара без любого компьютера можете зайти на ленру или потом позже на красное тв и послушать эту лекцию так а теперь я на эту же камеру смотрю с учетом вот этого теперь снова возвращаюсь и опять вижу железное значит пластмассовое что-то черное но я уже понимаю что это не это только видимость а сущность совсем другом что это аппарат который позволяет позволяет приобщить к этой же лекции к этой же проблематике не там не 15 не 12 не 30 человека и вы видите наверное следите что вот лекция потом самонарастающий в том смысле что они вот находится скажем в лектора уже может и нет или он раззабыл этим все смотрят смотрят смотрит например вот понятие истины самая большая лекция которую по количеству отзывов таскать просмотров там уже более 7000 человек посмотрел причем интересно что вот самое казалось бы вопрос такой об истине оказался самым популярным и вот в науке логии у гегеля помните там вопрос об исти что естественно там задают люди вопрос гегель поставил вопрос о том что надо вернуть это философия что философия изучает истину и вот с этой точки зрения с этой точки зрения категории учения о понятии они очень ценны почему потому что это тот раздел который дает нам уже субъективную логику то есть он отражение действительности в голове человека или в человеческой голове или в голове человечества и хотя гегель идеалист на посмотрите у него он объективный же идеалист у него есть объективная логика это учение о бытии учение о сущности и субъективная логика учения о понятии и там есть суждение различные суждения например розы есть растение это определение розы нет мы что такое определение с вами знаем правда мы изучали что такое определение и знаем что определение это качество которое есть в себе в простом нечто и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто с в нем бытием а когда вот говорят что роза есть растение это не определение розы потому что и крапива растение я узнал что роза есть растение нарвал крапивы и принес и тут меня скандал ученили меня вы чего принесли или там вы прочитали у ленина коммунизм это советская власть плюс электрификации всей страны а если из правой и левой части минус сделать эту советскую власть а коммунизм минус электрификации это будет нет минус советской власти будет электрификации что это такое это суждение жучка из собак это суждение это форма суждения вот в первой части там где идет о субъективной логике речь вы можете учение понять и подготовиться под познакомиться со всякого рода суждениями в более кратком варианте чем у аристотеля если кому кажется что это сложно сложно я вам советую возьмите аристотеля и почитайте у него суде и вам покажется очень понятно у нас в новой логике очень понятно вы знаете людей которые прочитали эти суждения аристотеля и усвоить я таких не знаю вы прочитали уже да а вы знаете что они есть о том что он лекция в красном университете позвоню после лекции если речь идет о формальной логике эти все суждения умозаключения идут раздельные классифицируются все аристотель рас классифицировал а гегель показывал все они связаны между собой и каждый вот каждый превращается в каждое вот там там может вы их не запомните эти суждения и тем более не все название умозаключений но запомните одно что они все переходят друг в друга или скажем есть прочное разделение на общее особенно единичные это очень просто так понимать вот так вот абстрагирование одного понятия другого общее то что у всех есть так у каждого есть какая-то характеристика вот то что есть у каждого все тут люди с головами я посмотрел да пришел к выводу что у всех есть голова особенные ну голова то голова но есть таскать голова посветлить чуть-чуть менее светлые там это уже чего-то особенное а единичное ну вот это уж голова так голова правильно единичных каждый скажешь то есть личность поэтому никак как сравнивать это можно у к одно одного одно другого другое они вообще неповторимы разве есть повторимые люди Можно сказать, что вот этот лучше другого. Ну, как это вот можно сказать, я не понимаю. Ну, вот надо видеть, в чем особенность. И вот это богатство, которое выражается в том, что каждая есть личность особая, неповторимая, выражается категорией единичного. Ну, берем этого единичного. Вот берем Павла Борисовича, он единичная личность. Таких других нету на Земле и не будет никогда. Но вот он, слушатель Красного университета. Ну, это что, это всеобщее? Нет, во-первых, не все слушатели Красного университета. Некоторые наши слушатели и зрители, но они как бы не зафиксированы товарищем Мордовиным. Но они вообще-то слушатели и зрители. Они как бы входят в Красный университет, неформально так. А есть люди, которые не смотрели и смотреть не будут. Они будут смотреть, что там правый сектор правозглашает. А у нас свобода, пожалуйста, смотрите, изучайте и так далее. Уже не свобода, уже запрещают показывать. Ну, запрещают, но смотрят же люди. Запрещают – это что такое? Это борьба. Но если борьба не означает, что этого нету, то, что запрещают. Раз запрещают, значит, есть. Потому что если бы не было, что тогда запрещать? Вот их и приходится как-то это тормозить. И существуют формы, как это обходить и так далее. И эти формы используются. Если даже на наш спутник так попытались воздействовать электронным образом, который там висит над Украиной, то что вы там говорите? Там ведь тоже есть товарищи, которые владеют соответствующей техникой. И, наконец, Павел Борисович, так сказать, вот он нечто единичное, а не вообще только особенное и общее. А также в отношении товарища Кучука и в отношении товарища Димкова и так далее. Каждый человек. И что, это можно разделить? Что это вот, так сказать, это вот этому относится, это вот этому, это вот этому. Можно разодрать общие, особенно, единичные. Вот Гегель показывает, что если оно единичное, то оно точно и особенное, и обязательно и всеобщее. Потому что если берете конкретную личность, то личность-то она же, хоть она и вот совершенно, так сказать, исключительная личность, но при этом она все равно принадлежит, например, к классу или к слою. Правильно? Или интеллигент, или рабочий. Или собственник средств производства несчастный, которому приходится платить не 13%, как счастливым, трудящимся, а 9%, поскольку с дивидендов только 9% надо платить. А почему? А потому что богатые должны платить меньше. То есть бедные должны помогать богатым, иначе они будут ни бедных, ни богатых. И так у нас все здорово демократически организовано. И сейчас вот думают, как нам помочь Крыму. Ну поднимите вот эти с 9 до 13 налогов, с дивидендов. Там же миллиарды получают люди. Это же не зарплата, которую получают те, кто мрот получает. И его подняли на 300 рублей, мрот, с 1 января. Мрот на 300 рублей, а зарплату депутатам Госдумы на 100 тысяч подняли. Было 150, стало 250. Тяжелая работа, тяжелая. У вас же нет такой тяжелой работы. Представляете, за государство все думать надо. Дума. Причем вы это неформально думаете. Поэтому какое у вас? У вас это удовольствие. А они думают по обязанности. А по обязанности, знаете, как думать тяжело? Очень сложно. А раз сложно, надо как-то стимулировать это дело. Вот простимулировали. Ну а у членов правительства так и до 580 тысяч довели зарплату. Потому что сейчас тяжелая ситуация. Там вот, как вы видите, наводнения были на востоке страны. Представляете, как люди мучились, вот как это все как-то организовать, сделать. Поэтому, ну конечно, надо помогать тем, у кого наводнение. Но тем, кто организовывает борьбу с наводнением, тем более нужно помогать. Им помогли. Я даже задумался, а если бы вот мне платили 580, я не знаю. То есть нарушила бы всю жизнь. Я бы только и думал, куда деть эти деньги. И за одна возня с этими островами. Как их купить, как заплатить с дворцами. Это ужас. Я думаю, что я бы лекции здесь уже перестал читать. Я бесплатно их здесь читаю. Ну а если бы у меня такие были деньги, мне же надо было бы решать, что-то с ними делать. Даже если бы я ходил и раздавал, это все время бы заняло. Это ужас. Как люди мучаются. Значит, я всех предупреждаю, что кто опаздывает, не приходите, пожалуйста, сюда. Чтобы лекцию не нарушать. А про ректора я прошу не открывать. Потому что это, ну раз человек не опоздал на поезд, значит поезд уехал и все. Значит, человек не уважает то мероприятие, которое здесь совершается. При всей сложности такого произведения, как наука и логика, там есть очень ясная и понятная заключительная часть. Абсолютная идея. Вот если вы, допустим, ничего не поняли из всей наука и логики, вы открываете прямо в конце, вот как читают детективы, в конце абсолютную идею. Там все понятно. То есть там есть вот идея практическая, идея добра, идея преобразования мира. Это та вот, про которую все время говорили, что вот Маркс, Энгельс, Ленин, говорили о практике, что вот эта практика тоже критерий истины. Но она у Гегеля уже представлена тем, что вот есть практическая идея, идея добра. А есть теоретическая идея, идея отражения мира. А вот соединение того и другого – это абсолютная идея, то есть единство. Идеи теоретической и идеи практической. И даже так расписано, что вот, скажем, если определять партию, то вот партия должна теорию развивать, да, вносить в сознание и бороться за преобразование мира в интересах своего класса. И не только сама бороться, а организовывать этот класс для борьбы за его коренные интересы. Поэтому вот это вот соединение социализма с рабочим движением, ну это вот почти вот, почти это нарисовано Гегелем в заключительной части науки логики. То есть, чтобы такие вещи непонятные, так сказать, проглотить, усвоить, нужно в непонятном искать понятные. Ну не все все равно будет понятно, но в этом непонятном, во всяком непонятном можно найти. Вот вы можете меня это не понимать. Ну вы видите, что я стою, это вот понятно. Ну что-то всегда есть, что можно понять. Для этого и существуют более абстрактные категории, более общие категории. Ну я все не понимаю, но это-то я понимаю. А как идет движение вперед, познание идет от меньшего понимания к большему пониманию, правильно? Это естественный процесс. Поэтому не надо себя запугивать тем, что, о, как страшно науку логики, я не могу ее изучить. Ну страшно, тогда закончите все разговоры о коммунизме, о социализме, о социалистической революции. И такое построение социализма, которое закончится, его потери, тоже вроде ни к чему. Это вроде как такая пластинка, что вот вы дойдете до этого, знаете, когда она испорчена, а она начинает заикаться и обратно спускается на ту дорожку, с которой она ушла. Ну давайте мы как-то будем двигаться вперед. Вот, значит, во многом социализм потерпел поражение, поражение, не развалился, как некоторые говорят. Совершенно, так сказать, злобные люди, которые изображают социализм, как он развалился. Столько народу разваливало, а вдруг он развалился. А что, Горбачев не развалил? А Ельцин не развалил? А они не помогали им, друзья океанские в этом развале, помогали? А что, снайперы не стреляли тогда из американского посольства в тех и других? Вот вам, в вас стреляют, вот чтобы вы в них стреляли, а в них стреляют, чтобы они в вас стреляли. А когда вы друг другу начнете стрелять, то тогда уже кровью будут люди замазаны, и они между собой перепалку устраивают. И даже все известно делают. И сейчас уже применено только что в Крыму. А до этого в Киеве применялось. Это все отработано, мы это все знаем хорошо. По всякому случае, самое твердое должно быть усвоено, что такое понятие. Понятие – это такое бытие, через которое просвечивает сущность. То есть, если я изображаю понятие, я должен его изобразить что-нибудь как понятие, не просто как какое-то бытие, а как понятие, как такое бытие, через которое просвечивает сущность. И вот я хочу взять для рассмотрения, с учетом наших возможностей, времени, такое понятие, которое сейчас очень актуально. Вот есть понятие фашизма. Наконец, его стали употреблять не только те, которые говорят друг на друга «ты фа», а ему говорят «а ты антифа». То есть, это вроде какое-то ругательство или обзывалка. Да? Но те, которые говорят «фа», не знают, что такое фа. То есть, не знают, что такое фашизм. А те, которые антифа, тем более не знают, что такое. Потому что они анти, но что такое фа, они тоже не знают. Если вы хотите проверить, это очень легко проверить, потому что вы определение этого не найдёте у них, они его не знают. Более того, некоторые упорно уворачиваются от всякого определения, они хотят говорить, использовать это как некое обвинение, как кличку, но не хотят вдумываться его значения. Или просто отождествляют, скажем, фашизм с нацизмом. А всякий ли фашизм, который мы знаем, был нацизмом? И вот мы начинаем перебирать известные нам виды фашизма, всем известные виды фашизма, потому что их не так уж и много. И начинаем смотреть, где фашизм был? В Италии. Он был нацизмом? Чего там они? Кого они считали вторым сортом? Греков? Кого? Немцев? Нет. Он не был, фашизм итальянский, не был нацизмом. То есть он не был соединен с крайним национализмом, правильно? С крайним национализмом и злобным шовинизмом. А шовинизм это что такое? Это национальная ненависть. Вот если человек говорит, любит свою родину, ну любит и любит. Но если я люблю свою родину, это не значит, что я вас ненавижу, если у вас другая родина. Это совершенно не вытекает из любви к родине своей. Ну, естественно, я люблю свою родину, вы любите свою, давайте дружить. Нет, я люблю свою родину, а у вас другая родина. Ненавижу вашу родину. Да что это такое? Это вот называется шовинизм. Шовинизм. Вот шовинизм всегда есть, присутствует в любом фашизме, потому что, значит, речь идет о таком явлении, которое с этим связано в той или иной мере. Но оно не проявляется так, что вот именно к определенной национальности, а просто вот всех другие отвергаются и не считаются за людей. Фактически не считаются. Теоретически могут и считаться. Вы такой же человек, но мы вас сейчас убьем. Потому что таких должно быть меньше, а вот таких, как мы, должно быть больше. Но я еще не рассматриваю определение понятия фашизма. Значит, я просто сейчас отделил вот эти два понятия. Есть нацизм и есть фашизм. Нацизм – это форма фашизма, но не всякий фашизм – нацизм. Поэтому, если вы не видите этого крайнего национализма и шовинизма, это еще не значит, что нет фашизма. Давайте вспомним, в каких странах был фашизм. В Чили был? Был. Там что, там был нацизм? Нет. А в Испании? Нет. А в Португалии? Нет. В Италии. А? И в Италии тоже был фашизм. Тоже не было. Ну, мы это уже рассказали про Италию. Идем дальше. А если мы возьмем режим черных полковников в Греции – это фашизм? Фашизм. А что там, какой там был нацизм? Нет. Хорошо. Вот ельцинский фашизм, который был у нас в России, когда стреляли по парламенту. И что тут был? Че тут был? Какой тут был нацизм? Никакого не было нацизма. И наоборот, если люди тут маршируют с какими-то флагами и кричат – мы там за этих, за русских, а другие говорят – мы за армян, а третьи кричат, а мы за болгар. Это как называется? Это буржуазный национализм. Вы такое знаете явление, чтобы была бы буржуазная страна, и там бы не было буржуазного национализма. Чего вы удивляетесь? Вы пришли же через эту демократию, вы пришли вот к буржуазному строю. Ну, так ты радуйтесь теперь, раз есть у вас буржуазная демократия, значит, у вас приветствуется всякого рода буржуазный национализм. А кроме него существует еще единство буржуазей всех стран. Как называется? Космополитизм. Вот есть буржуазный национализм, есть космополитизм, а у нас иногда вот смотришь или слушаешь, там радио, телевидение, и что-то получается, что если нацисты или националисты, это русские. А что, а татарские националисты, они тогда кто? То есть, русский национализм есть? Буржуазный? Есть. Татарский есть? Есть. Армянский есть? Есть. А в какой буржуазной нации нет национализма? Ни в какой. Нет такого, чтобы не сопровождалось движение буржуазное, национализм буржуазный. Поэтому буржуазный национализм есть у всех. И так говорить, что вот есть намекать на то, что национализм – это вот обязательно русский, это, между прочим, форма шовинизма со стороны представителей некоторых других наций. И это русофобство, не иначе. Вы же скажите, что это русский буржуазный национализм, это украинский, это молдавский, это белорусский и так далее. Дескать, наше все лучше, а ваше все хуже. Почему? А в том, что рынок. А на рынке, ну или мой горшок, или ваш горшок. Как же может быть общий горшок-то не может быть? Поэтому я всегда, мой горшок лучший, и моя продукция лучшая, а ваша никуда не гонится. Гнилая и несвежая продукция, если вы со мной конкурируете. А вы скажете, что и сам ты несвежий, и вообще, так сказать, надо тебя выгнать с рынка. Мы тут раз и выгоним. Ну это рыночная вся, так сказать, идеология. Если мы конкурируем на международном рынке, или на обычном, раньше был колхозный, сейчас уже, так сказать, это противоречивое понятие такое. Там были, так сказать, продукты подсобного хозяйства. Или колхозов, поэтому это не совсем и рынок. А если вы берете настоящий рынок, там идет конкуренция. Если у нас не соревнования, а конкуренция, значит, я должен, так сказать, уничтожить свою конкуренту. Правильно? Если у нас соревнования, так если вы выиграли, так я рад, потому что мы продвинули общее дело. Вы больше продвинули, я меньше, но я тоже старался. Но вы больше продвигали, я рад. А если я продвинул хоть мало, но продвинул, вы тоже рады. Так бы все, один вы продвигали, а так я что-то еще продвинул. Ну радуемся мы. У нас иногда бывает и в отношениях, так сказать, партийных, такой люди думают. Вот он сделал, а я не сделал. И мне это не нравится. Ну как, ну радуйтесь, что кто-то что-то сделал, так давайте радоваться тому, что есть люди, которые делают. Ну я не сделал, но они сделали. Это же счастье. То есть, даже вот настолько эта рыночная идеология проникает людей, что она захватывает, и не может не захватывать, известные, так сказать, ряды вполне, так сказать, там, левых, коммунистических партий. Потому что она всеобщая, эта конкуренция, и пронизывает все буржуазное общество. И как это так? А что вы так вот у меня, что ли, стали? Какое-то так. А вдруг вы что-то будете лучше знать, чем я, диалектика? Ну я-то должен порадоваться, но слава богу. Я бы скажу, ну вот слава богу, я учил, учил всю жизнь, наконец-то хоть одного научил. Это хоть мне это будет какое-то оправдание, скажет. Иначе вашей лекцией ничего не стоит, если вы этого не сделали. А мне внучка сказала, так сказать, десятилетняя такая, она рассуждает, говорит, ну мы же должны быть лучше, чем вы. Я говорю, да почему? Ну а что тогда нас рожать, если мы будем хуже, чем вы? Логично. Ну что, новое поколение должно дальше пойти, правильно? Вот если здесь кто моложе, так он должен дальше пройти, вот учение, я все жду, когда дальше пройдут. Все смотрят, вы нам расскажите. Когда вы нам расскажете, ну вот так, могу ожидать, нет? Большевики, в каком возрасте делали рожать, в 69 или в 25? Товарищ Демоков, почему еще нет у нас социалистической революции в России? Это к вам вопрос, к нам-то чего уже? Мы тут, мы там вам поможем, советом, добрым. Пенсии попросим увеличить. Так вот, давайте вернемся к вот этой рассматриванию. Давайте не путать, во-первых, нацизм с национализмом. Не всякий. Нацизм – это фашизм, так сказать, с ярким шовинизмом. Вот немецкий фашизм – это нацизм. Другого нацизма мы с вами не нашли. Правильно? Нету другого нацизма. А в идеологии элементы этого могут быть дураков и таких темных людей, которые бродят по улицам, делать им нечего. Накурились, напились, и они, значит, чего-то кричат. И даже почитали Гитлера Майнкамп. У нас же «Свобода и демократия». Можно найти все, и все прочитать. Некоторые говорят, надо напечатать широко. Я говорю, понятно, вы Маркса не читаете, Ленина не читаете. Вам напечатаем Майнкамп, вы Майнкамп прочитаете, а так до Гегера не дойдете. Знаем мы вас, этих товарищей. Поэтому идите там, такие вы шустрые, идите, читайте, ищите, вам никто не мешает. Но вы знаете, что вы пошли не той кривой дорогой. Вот если вы прочитали там фундаментальные произведения, тогда можете это почитать и сравнить. А если вы, так сказать, отбросы читаете, так сказать, литературные, то и у вас голова будет вся в отбросах, и сами будете в отбросах. Так. Итак. Встает тогда вопрос уже не о том, что нацизм и фашизм не надо просто, так сказать, неразрывно соединять, что бывает фашизм, который не нацизм. Так что такое фашизм? Так вот, фашизм, дорогие товарищи, согласно определению Георгия Димитрова, это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Что здесь самое главное? Значит, во всяком определении, Надо искать одно качество, одно. Не мешок всяких качеств, фашисты, это у них это, 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 они сжигают в топках, они там, они, значит, зверствуют. Еще когда не было фашизма, в топках никого не сжигали, а Сергей Лазов сожгли? Сожгли. Это фашисты сожгли? Фашисты сожгли? Нет. А что, на кол, когда сажают, мягко сидеть? Это что, лучше, это хорошо, приятно, что зверств не было никаких? Вот Первая мировая война, это была война какая, империалистическая? Империалистическая. Империализм уже был? Был. Фашизм появляется в эпоху империализма, но это не значит, что он обязательно появляется, и не всегда, и не во всех странах. Но вот в Первую мировую войну использовались отравляющие боевые вещества, Иприт, название города Ипр. В Бельгии, где первый раз он был использован, говорят, пахнет хорошо. Как это вот, кто говорит, что хорошо, потому что оттуда никто не вернулся, но по какому-то телефону или радиотелефон из того света сообщили, что пахнет хорошо. Это ты приятно. То есть, было это, а во Вторую мировую войну, вот фашизм был, а эти отравляющие вещества не применяли. И люди все делали, делали, ходили с этими противогазами, потом бросили, и то есть с другой стороны. А зверства были страшные там. И сжигали, и в газовых камерах люди были там никакие, как вы понимаете, противогазы вам не помогут, поскольку вообще обнаженных людей туда загоняли и там отравляли фашистов. И вот сегодня Ангела Меркель говорит, ну а даже такого у нас не может быть. Да у вас вообще делали из человеческой кожи абажуры и перчатки из человеческой кожи. У вас не может быть. У вас все вообще может быть в Германии. Нам бы сидеть вам и помалкивать по поводу того, что делается там на Украине и в России. Вообще надо молчать им. Тихо молчать. Извиняться перед всем миром за тот фашизм, который у них был, нацизм страшнейший. Нет, они опять вылезают в очередной раз. Значит, фашизм открытая. Что значит открытая? Она не прикрыта ни голосованиями, ни демократическими учреждениями, типа там законодательных собраний или там советов верховных. Вот у нас, когда стрелял Гельцин из танков по Верховному Совету, это какая диктатура? Ну то, что каждая власть государственная – это диктатура соответствующего класса, да, буржуазии. Это мы все знаем. Это ничего не меняется. Это постоянная величина. Сущность всякой государственной власти – диктатура буржуазии. Но диктатура бывает прикрытая демократией. Что значит демократия? Прежде чем вас посадить в тюрьму или приговорить в смертной казни, сначала вы будете задержаны, потом вы будете подозреваемы, потом вы будете обвиняемы. То есть вы можете ознакомиться, с чем вас обвиняют. Причем, если вас обвиняют в том, что вы 10 человек убили, вас можно 10 дней придержать в СИЗО без предъявления обвинения согласно Уголовно-процессуальному кодексу. 10 дней. И все спрашивают. Ну что, не сознались вы еще? Ну смотрите. А через 10 дней вам нужно или предъявить обвинение, или выпустить. Зачем выпускать? Предъявили вам. А вы теперь можете знакомиться, с чем вас обвиняют. Собирайте адвокатов, платите деньги и так далее. А чтобы вы там не искрылись, и чтобы вам не помогали, мы вас на всякий случай в СИЗО. Следственный изолятор. Правда, изолировать там невозможно, потому что вечерком приходят люди и говорят, так вот, хочешь позвонить домой? Давай 250 рублей. Или вы думаете, это в рыночной экономике, в рыночное время сейчас прямо так все изолируется. А вам в другую камеру это будет гораздо дороже зайти к друзьям. А с волей вам кого-нибудь привезти, это еще дороже. Если передачу хотите передать только родственники или ближайшие коллеги, раз в месяц. Ну вот если дверь толкнете в соседнюю комнату, там сидит женщина, вот на компьютере, можете там заказать тортик, апельсины, твердую колбасу. Это сегодня не будет передано, это завтра. И так каждый день. Рынок. Что, рынок не захватил, пенессенциарную систему захватил. Им тоже надо жить. А если вы кому-то хотите помочь, а вы олигарх, то можете подарить там, как скажем, Ходорковский, что он не помог там тюремщикам соответствующим, они потом характеристику хорошую напишут. Человек хороший любит нашу пенессенциарную систему, он помогает ей. Нам легче. Ему легче и нам легче. А мы ему хорошую характеристику. И сколько выходит условно-досрочных, которые потом снова убивают людей, насилуют и грабят. Условно-досрочных. Потому что вел себя хорошо. Пока в тюрьме хорошо себя ведет. Вот беда только, когда выпустишь на свободу, начинает убивать людей. А так ведет себя отлично просто. Хорошо. Как у тех пожарных получается. Спрашивают, как у вас работа. Работа, говорит, хорошая. Ну как пожар, так хоть уходи. Итак, что такое открытая, то есть открытая диктатура. То есть диктатура, не прикрытая демаркотическими процедурами. А тут процедура. Еще обвиняемый это ничего не значит. Вот дойдете до суда, а на суде-то и выяснится, что вы невиновен. А раз невиновен, то прокурор, согласно тому же самому уголовно-процессуальному кодексу, от имени государства приносит вам... Что? Извините, пожалуйста. Что вы пять лет отсидели в СИЗО. И у вас уже и воспаление, и легкие у вас нети, и туберкулез, и уже у вас и всякие болезни. Но, пожалуйста, если вам не надоело еще ходить по судам, можете теперь подать в суд на возмещение морального вреда. Не все подают, потому что некоторые, видите, уже не могут в них руки трясуться после того, как они посидят. Это демократия и все. Вот в Соединенных Штатах Америки есть демократия? А? Там хорошая демократия. Если там в одном, например, штате, там на электрический стул сажают, это по закону. В другом? И надо бы... Вот у нас бы хорошо на электрический стул посадить тех, кто 60 человек убил. А то битцевский маньяк. Его судят, спрашивает ее судья, а почему вы вот... Зачем вы убили 51 человека? А он говорит, я не 51, а 61 убил. Судья говорит, не знаю, у меня по делу проходит 51. Это вы в другом суде, значит, решаете. Ну, почему вы? А я, говорит, себя лучше чувствую. И что? А что нужно сделать, чтобы человека приговорили к смертной казни? Не знаю. Не знаю. А если вы за смертную казнь, за 60 человек убитых, так наказываете, что у него всего лишь пожизненное. Тем более никто еще... Вы кого-нибудь знаете, кто пожизненно отсидел? Там же амнистия же может быть. Там другие люди, другие правительства, другие условия. Вот в Германии там сидели, недавно вышли. Те, которые пожизненно сидели. Кого вы знаете пожизненно просидевших? Хотя, вот, серьезные философы говорят, что если человек поднял руку на другого человека, это вот не как в животном мире, но ради еды убивает. А тут взяли и просто не ради еды, и так вот убили. Потому что он хочет себя лучше чувствовать, когда вас убьет. Причем преступники у нас вольготно себя чувствуют в стране. Почему? Потому что он-то знает, что его-то не убьют, если он вас убьет. А вы-то знаете, что если он вас убьет, его не убьют. Как бы вы не на равных правах. Вот что получается. А в Соединенных Штатах Америки там демократия. Там на равных правах. Там, если ты убил, то тебя могут посадить на электрический стул. А в другом штате зачем на электрический стул? Там более гуманное. Там три укола. Первый укол, чтобы ты как-то так успокоился. Второй развеселился, а третий уже для того, чтобы его жития не было. И все. Но это все по закону. Это так вот нельзя. Вот если идет, человек по улице схватили. Нет, так нельзя. Но поскольку у нас нет закона смертной казни, все знают и следователи, и знают все люди, которые ведут борьбу с бандитами, они сразу в момент поимки убивают. Это, говорит, боевик. Раз и все. Поэтому, если вы не будете делать смертную казнь по закону, она будет появляться вот в таком виде. Потому что иначе, вы что не знаете, что следователи убивают эти бандиты, если судьи взрывают, проламывают голову. Ну, раз смертной казни нет, он проломил судье голову. А судьи уже нет, а он пошел смотреть интернет. Потому что они сидят в этих, в хороших местах, выходят в интернет, и вообще их обслуживают. И с вас берут, как граждан России, по 30 тысяч. Ну, это все вот процедуры демократические. Так что, вот если вы возьмете такие демократические страны, как там Германия нынешняя, она же демократическая, там Соединенные Штаты Америки, демократическая. Великобритания. Это что? Везде там демократия. Там прикрытая диктатура. А если не прикрытая диктатура, террористическая. Что значит террористическая? Это запугивать людей. Не просто запугивать, это не просто же испуг, это террор. Ужас наводит. Вот эти, что делают сейчас на Украине представители правого сектора. Они правительство запугивают. Они стоят там на Майдане, у них они вооружены. Вот вы, председатель, святый министр, попробуйте там не то, скажите, голову проломим. Прокурор генеральный, жить хотите, товарищ прокурор, господин прокурор? Хотите. Ну, вот подумайте о своей жизни. У вас здесь есть? Жена есть? Пока. Что там происходит? Террор. Открытая террористическая диктатура. Кого? Вот если открытая террористическая диктатура, то, может, бандиты какие-то. Это может быть какие-то уголовные элементы. А фашизм предполагает открытую террористическую диктатуру. Кого? Вот это самое главное в определении. Вот открытая террористическая диктатура – это бытие. А сущность-то, чьи интересы? Финансово, наиболее реакционных кругов, финансового капитала. Где есть финансовый капитал? Что такое финансовый капитал? Кто скажет? Отсоединение банковское. Да. И это банковские, которые сросят с промышлением. Ну и как, на Украине есть банковский капитал? Нет. Это же наша мать городов русских. Какой там банковский капитал? И в России нет банковского капитала. Это разве банки? Банки, докладываю всем, кто этого не знает. Банки – это такое учреждение по обслуживанию производства, которое временно свободно и в хозяйственном обороте деньги накапливает, аккумулирует и направляет туда, где временный недостаток есть. И что, у нас есть такие организации по обслуживанию производства, которые вот этим занимаются? Да, они совсем не обслуживают производства, они удушают это производство. Такое, может быть, обслуживание производства, когда все банки, которые у нас есть, берут и идут в Центробанк. В Центробанк. Под 8,25% берут денежки, чьи государственные? Не свои. И потом говорят, вам нужен кредит? 22. 20. Отнимайте от 28,5. Это значит, 11,5 кладут себе в карман. А вы меня призываете заниматься производством, что я идиот заниматься производством, когда можно просто пойти в Центробанк, взять чужие деньги, дают под 8,5. Кому дают? Только коммерческим банком. Вы пойдете в Центробанк, скажете, уходите отсюда, потому что вы кто такой? Я скажу, я гражданин России. Уходите отсюда. У нас по закону дается только коммерческим банком. Тогда приходит товарищ предприятие. Я, говорит, предприятие, вот у меня оборонный комплекс, мы ракеты делаем. Баллистические. Идите отсюда. Почему? А потому что мы даем только коммерческим банкам. То есть вот им даем, а вы идите в коммерческий банк, и там вы у него получите под сколько? Под 22-23. Говорят, вы берите, пожалуйста, берите, пожалуйста, оборонные предприятия, берите кредит, а в конце года вы расплатитесь, когда прибыль получите. Ну, прибыль-то я получу по норме процента. По норме прибыли какой? Ну, 10-15 процентов нормальные. Ну, где это 20? Где увиделись 20? Мы что, наркотики, что ли, там производим? Мы не производим наркотики на оборонных предприятиях. Поэтому вы к концу этого года увидите, что вы еще больше разорились. Опять надо в долг брать. Берите еще в долг, а потом вас обанкротили, и до свидания. Вот был прекрасный завод «Электромаш» оборонный в Нижнем Новгороде. Все, конец, нет завода. Полностью уничтожили. Оборонный. Нужна его продукция по зарез оборонному комплексу, а завода нет. И все по закону. Это демократия. Когда по закону, это демократия, не забывайте. Так есть банки в России? Назовите, пожалуйста. Они, конечно, иногда обслуживают производство. Особенно считается обслуживанием, когда они просто держат счета. Счета, предприятий. Потому что вы, если что-то создали, какое-нибудь ООО, ЗАО, или ОАО, счет должен лежать в банке. И у вас за держание счета с вас берут деньги. То есть я, вот моя, так сказать, природа, как профессор по кафедре экономики и права, возмущается до глубины души. Я свои деньги держу в банке, а он берет, он пользуется моими деньгами. И еще берет меня деньги за то, что он пользуется моими деньгами. То есть даже дело не в деньгах. Вот я, скажем, президент фонда Рабочей Академии, у нас, допустим, лежит 4 тысячи рублей в банке Россия. Очень известный банк, хороший, солидный. Настолько солидный, что вот если у нас какое-то движение на счету в течение месяца, 4 тысячи с накоплений. А какое может быть движение? Вдруг нам кто-нибудь пришлет. Вот вы соберетесь и пришлете нам в помощь 300 рублей. 300 прислали с нас, 4 тысячи. Раз! Ну, спасибо. Мы уже всех предупреждаем. Товарищи дорогие, что-нибудь давайте как-нибудь, вы, может быть, на карточку пришлете, может, как-нибудь поможете по почте. У нас есть вот товарищ Станеглаз. Она все это принимает, записывает, фиксирует, чтобы это использование было на те нужды, на что высылается. Скажем, на нужды восстановления дома в Ульяновке. Ну, только не посылайте на счет, потому что это полное разорение. И мы еще закроем счет, вот, если много людей соберется и пришлет, то 300, то 200. Это каждое, это будет 300, это минус 3 700, 200, это минус 3 800 и так далее. То есть это перевернуто. Какие-то банки. Это не банки, это не бутылки. Это что там? А что это такое? Что это за организация? Как называются организации, по своему понятию, которые дают деньги в рост. Ростовщические конторы. А если написано банк? Вот для этого мы изучаем учение понятий. Если на клетке слона написано надпись Буйвол, не верь глазам своим. Почему? Потому что понятие – это такое бытие, через которое просвечивает сущность. Вот вы смотрите на это, мы название тоже смотрим, написано банк. Сейчас, видите, вы одного за другим отнимаете лицензии, потому что они совсем уже заигрались. И мы смотрим, чем они занимаются-то. Как-то вот один банк, в котором мы держали деньги, фонд о рабочих объединениях, закрывался. И там закрывался, потому что он грабил население и, так сказать, лопнул. И там стоит охранник при входе в этот банк, который мы там пытались из него выцарапать, так сказать, и денежки, которые у нас были. Я говорю, что вы здесь стоите? Вы с той стороны должны стоять, охранять народ от этого банка. А вы стоите с этой стороны. Что вы с этой стороны охраняете? Это этих бандитов. Их бандитов вы охраняете здесь. Кто такие банки? Эти вот, особенно, наш любимый Сбербанк. Вообще Сбербанк неправильно переименован. По идее, вот были кассы сберегательные. Они собирали, аккумулировали денежные сбережения населения. И это отличалось. Они не обслуживали производство. Но они могли это потом давать тому же населению, в суду, под низкий процент. Под низкий процент. Чем он определялся, этот процент? Ну, вот выросла производительность труда на 3%, значит, можно под 1,5% выполнить. Правильно? Процент был, можно было получить, скажем, кредиты в советское время. А если она выросла на 10%, за счет в том числе того, что вы получили эти, положили свои сбережения в эту кассу, на эти суммы сбережения не произвели ни кефира, ни сметаны, а произвели средства производства. И повысили производительность труда. Ну, так вы тогда заплатите этим людям, которые этому, они подтянули животы и повысили производительность труда тем самым. Нет. Сейчас, если вы положили Сбербанк, то эти люди делают что? Первым делом они делают себе большие зарплаты. Если даже сравнивать с обычными фирмами, значит, топ-менеджеры фирм крупных получают 200 тысяч в месяц, а топ-менеджеры банков получают в среднем 300 тысяч в месяц. Ну, а если мы возьмем наш дорогой Сбербанк, то у меня свежих данных нет, не потому, что я не хочу их получить, потому что они дают. Но иногда в газете «Коммерсант», которая, газета нашей буржуазии, они же для себя печатают, они иногда сообщают. А я вот именно поэтому и читаю эту газету. Не какую-нибудь там левую, а именно вот эту буржуазную. Левую я тоже читаю, но эту прежде всего. И вот я узнаю, что в 2007 году члены правления Сбербанка получили, получали каждый месяц 2, вы простите, 3 миллиона 700 тысяч рублей зарплата плюс бонусы. А бонусы – это премия. А премия – часть зарплаты. Разъясняю. Так записано в Трудовом кодексе, что все всякие дополнительные премии, стимулирующие выплаты входят в зарплату. Вот вы, но для того, чтобы обдумать такую сумму, вот подумайте, если у вас зарплата была в месяц, не то что амует убедников этих депутатов в Госдуму, какие-то жалкие 250 тысяч. Несерьезные люди сидят, государственные деятели, понимаешь, или правительство там. Чего это такое 580 тысяч? Ну, это разве деньги? Какие-то сейчас деньги? Нет, это не деньги. 3 миллиона 700 тысяч в месяц. Надо сделать перерыв, обдумать. Это 10 минут. Редактор субтитров А.Семкин